Мафия Давайте для начала разберемся, что же означает слово «мафия». Мафия с итальянского переводится как «криминальное сообщество», сформировавшееся на Сицилии во второй половине XIX века. Но мало кто знает, что же означает сама аббревиатура «мафия». По одной из основных версий, начальная буква «М» – это имя первого главаря Джузеппе Мадзини. Целиком же она расшифровывается так – «Мадзини разрешает грабежи, поджоги и отравления». В середине XIX века «мафия» начиналась как освободительное движение и только потом превратилась в криминальный бизнес. Задавали ли вы когда-нибудь себе вопрос, зачем же нужна «мафия», а именно правительству и в целом обществу? Речь, конечно же, будет идти не о псевдобандитах и мелких бандах, которые творят, что хотят, а о структуризированном криминальном сообществе, где есть свои правила и кодекс поведения. Итак, каждое государство имеет правоохранительные органы, различные спецслужбы и целые армии подготовленных солдат, которые готовы убивать и выполнять приказы. При желании правительства, а именно высших чинов власти, мафию можно искоренить. Но почему же этого не происходит? Кто-то скажет, есть же закон, по которому должны действовать власти, они должны доказать их вину. А кто-то скажет, при искоренении мафии погибнет много невинных людей. Но когда это останавливало какую-либо власть? Все потому, что мафия нужна правительству для достижения своих целей и задач. Одной из самых главных целей является, конечно же, деньги, но не всегда. Иногда это стратегические цели. К примеру, продать оружие или наркотики мафиозными руками другим странам, а в случае провала сделать их козлами отпущения и арестовать, как злейших преступников в мире. По этому поводу могу порекомендовать вам посмотреть два прекрасных фильма, основанных на реальных событиях. «Оружейный барон» и «Убить гонца». Вы скажете, но ведь мафия – это отдельные структуры, которые действуют только в своих интересах. Но это не так. Когда мафиозная семья или клан набирает властно-авторитетную экономическую силу, в это время за ними следят спецслужбы, которые анализируют их политику и основную деятельность. И выясняют, можно ли их использовать в своих целях, если они неинтересны и их сливают, и в очередной раз хвастаются, что они борются с организованной преступностью. А также в клан может внедряться сотрудник спецслужб, с помощью которого они пытаются контролировать эту организацию. Ну а если этот способ не поможет, то вербуют одного из участников клана, мол, если будешь доносить на своих, мы тебя запишем в защиту свидетелей. Производится это именно спецслужбами из-за того, что в случае утечки информации у них все совершенно секретно и не подлежит огласке, если это не вредит интересам государства. Конечно же, бывают моменты, когда мафия не подчиняется, а в таком случае под них копают и арестовывают, ну и, как вы уже поняли, хвастаются этим. Почему же во многих случаях правительство использует в своих целях именно мафию, а не спецслужбы? Потому что мафия – отдельные структуры, которые знают в своих кругах, и их использование более эффективнее и целесообразнее. Ну и в случае провала какого-либо задания, они не имеют никакой ценности для государства, а также никто и не подумает на правительство. К примеру, в одно время власти так использовали вора в законе и крестного отца русской мафии Вячеслава Иванькова по прозвищу Япончик. Он провел в тюрьмах больше 10 лет и всегда опровергал свое сотрудничество с КГБ, но в 1992 году в его жизни произошел странный поворот. В марте 1992 года Япончик легально по своему загранпаспорту выехал в США, а получил этот документ лишь по одной справке об освобождении, что по тем временам было просто невозможно. Именно этот случай и доказывает, что он был связан с КГБ и был отправлен за границу для контроля русской мафии, что, кстати, у него плохо получилось, так как на него вышло ФБР и арестовало за вымогательство. Позже Иванькова экстрадировали в Россию, даже выделили отдельный самолет за счет налогоплательщиков США. Но на родине он прожил недолго. 28 июля 2009 года на выходе из кафе «Тайский слон» Вячеслав Иваньков попал под огонь сразу двух снайперских винтовок. Совпадение? Не думаю. И скончался в течение двух месяцев после покушения. В свое время похожую комбинацию удалось осуществить главе ФБР Эдгару Гуверу. Гувер просидел в кресле директора ФБР более 40 лет. За это время в Америке сменилось 18 генеральных прокуроров и 8 президентов, и никто не посмел уволить всемогущего Эдгара. Гувер публично заявлял, что мафии не существует, но мало кто знает, что у него установили с крестными отцами свои чисто деловые отношения. По одной из версий, именно мафия и помогла ему занять эту должность. Благодаря его тайному покровительству, самые знаменитые преступники уходили от настоящей ответственности. И мало кому известен еще один факт, Гувер был масоном выше 33 степени. Он прекрасно понимал, мафия еще один, возможно, самый эффективный инструмент давления и навязывания определенной политики. Конечно же, в истории государств можно найти очень много примеров использования мафии правительством. Если это видео наберет много лайков, я сделаю продолжение. А пока давайте разберемся, почему же часть населения поддерживает мафию, которая, казалось бы, совершает много преступлений, но, как выяснилось, не больше, чем сами власти. Все довольно просто, правоохранительные органы не всегда могут решить проблемы человека, так как ограничены рамками закона. И людям приходится обращаться к ворам в законе, которые имеют авторитет в преступном мире. К примеру, у вас отобрали квартиру, но по документам все законно и вы ничего не можете доказать. При этом вы являетесь честным человеком и ничего никому не задолжали. Тогда вам поможет вор в законе, который по понятиям объяснит господам, что квартиру нужно вернуть. Нередкие случаи, когда мафия помогает, бывают и в Японии. Большая часть населения Японии поддерживает японскую мафию Якудзо, так как она часто помогает населению, когда происходят потопы и землетрясения в стране. Также решает очень много других вопросов. Кстати, замечали ли вы когда-нибудь такую вещь, что люди, успешные и зарабатывающие хорошие деньги в отрасли далекой от мафии, стараются выглядеть как бандиты? Что ты, блядь, гангстер какой-то, а? Гангстер? Это меня дико раздражает. Зачем в 21 веке выглядеть как бандит, ведь времена 90-х уже прошли? В одном из подъездов моего дома живет мужик, который занимается фермерством. Ездит на крутом Мерседесе и все из себя какого-то головореза строит. Зачем? Не понимаю. Может, чтоб боялись? А последок хочу сказать, мафия как была, так и будет. Как говорится, мафия вечно. А всему виной жадность и тщеславие человека. Ведь все знают, что заработать большие деньги можно только нечестным трудом. Не знаешь, что лучше, быть в системе власти или вне системы, в мафии. Но на самом деле, это и есть одна система, и мы в ней живем. Есть одна хорошая поговорка, сильнее тот, кто не боится убить. Поэтому мафию и боятся, но не больше, чем само правительство. А на этом все, друзья, пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова